с вами школа рукоделия и я вика сегодня у меня v-образная горловина на наших мохеровых свитерах без обвязки вот такая нежная нежная очень вот я ее хочу сделать достаточно глубокой поэтому вот здесь вот я довязала до проймы длину и сейчас одновременно так буду закрывать петли проймы и разделять на горловину вот соответственно узор я вывязываю узор у нас в плейлисте есть это мы все знаем где искать в описании под видео и ссылочка на плейлист где есть основа вот этого свитера на все размеры кто не видел тот смотрит кто видел продолжает вместе со мной выбирая именно свой идеальный здесь у меня три полосы вот этого узора и его я буду разделять на две части этот узор чтобы красиво оформить вырез вот три вместе у меня накид лицевая накид здесь у нас вот это центральная здесь мне нужно сделать 4 петли из нее каким-то образом сейчас я 1 2 3 и вот за вот эту вот стеночку 4 то есть из одной петли я сделала 4 петли теперь снова по узору накид лицевая накид 3 вместе узор изучить ну я думаю он у вас если уже вы добрались до этого места то узор у вас уже изучен если же вы вяжете просто лицевой гладью то соответственно найдите определите свою центральную петлю которая у вас будет находиться по центру изделия и из нее вы вяжете 4 хотя если вы не вяжете узор то вам достаточно будет просто разделить ваше изделие пополам и начать вязать отдельно мне же нужно это эти дополнительные петли для того чтобы разделить красота чтобы этот узор у меня красиво разделился сейчас вы все поймете так здесь же я вот не забываем вывязывать пройму либо либо ровно если вы вяжете спущенный рукав что тоже возможно при этом расчете петель девчонки так изнаночный ряд и теперь вот мы доходим к месту нашего разделения вот я провязала смотрите один накид лица изнаночная второй накид и теперь я провязываю две петли лицевой вот чтобы была красивая кромка мы кромочную будем вязать лицевой и перед ней одну петлю лицевой вот они будут и в изнаночном и в лицевом ряду эти две петли лицевыми это две петли из тех четырех которые мы как бы вы вязали из центральной петли 2 у нас уходит сюда а 2 уходит сюда и обе мы их будем вязать лицевыми петлями и в лицевом и в изнаночном ряду так здесь у нас накид лицевая накид и 3 вместе лицевой далее после этих трех вместе мы делаем 2 вместе это наша в образное сокращение на в образную горловину вяжем до конца ряда эти сокращения мы делаем в каждом лицевом ряду 2 лицевые продолжаем вязать лицевыми продолжаем выполнять пройму и все остальное делаем по узору так вот видите как это выглядит здесь я сократила 10 раз по одной петли в каждом лицевом ряду то есть всего 10 петель соответственно здесь я сделаю то же самое сейчас здесь сократила нужное для проймы количество петель и далее я продолжу вязать ровно до нужной недлины проймы которую мы соответственно уже знаем по спинке вот спинку для этой горловины я вязала ровно вот видите вот она моя спиночка так вот она моя спиночка уже разутюженная ставленная на спицах и ровно я вязала прямо до верха и сейчас я довяжу эту часть уже без никаких убавлений до самого верха вот сколько мне нужно здесь рядов посчитать и свяжу эту вторую часть а потом мы сошьем эти детали так мои хорошие вот теперь я вам хочу показать какая получается красота с этим узором невероятно это еще счет даже еще не разлить уже надо вот видите какая получается окантулочка v-образного выреза мне очень нравится девчонки так теперь что я буду делать сейчас я лицевыми сторонами складываю спинку и переднюю часть и буду сшивать крючком всего лишь вот так отсюда и в конец там где у нас есть петли передней половинки мы их берем там где их нету мы просто закрываем петли спинки вот и все таким вот образом беру я по одной петле с каждой спицы одну петлю со спинки одну спереда провязываем вместе таким образом я не закрываю петлю и сшиваю так вот у меня закончились петли переда я теперь закрываю просто петли спинки можно спицей можно крючком так отлично теперь нам нужно посчитать сколько у меня здесь раз два три четыре пять шесть семь двадцать петель раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять двадцать и сейчас вот здесь вот у меня обрезана нить я ее привяжу и сделаю то же самое то есть теперь я буду сшивать а тут провязанную нить я потом продену и сюда зацепила я надеюсь этого хватит вот по сути и все наша горловина спинку я не не обвязываю такая вот она воздушная будет кофточка ну в принципе и все как краешек делать а есть видео как узор делать есть видео как вязать основу есть видео все в плейлисте под видео в описании сначала начинаем с основы то есть определяем свой размер и вяжем основу все есть видео все разделено на разные видео поэтому начните с основы а дальше уже с выбора с моделинга с моделинга своей идеальной модели все здесь я вот просто обе нити возьму и заканчиваем вот и все вот нашлоеобразный вырез горловины еще я это все дело про утюжу не будет красота неимоверная все на сегодня все девчонки с вами была дикой школа рукоделия всем пока пока и так и Субтитры подогнал «Симон»